США собираются, ну это пока сообщение агентства Рейтера, но вот часто вот эти вбросы, они в итоге подтверждаются, что США собираются поставлять ракеты для истребителей F-16, это ракета с дальностью от 300 км до 900. Как вы можете это прокомментировать? Я уже устал комментировать, потому что я не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали, их подзуживают, и Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Но они должны понимать, что тут шутят про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии, и они прекрасно знают, где они проходят. Но одержимость борьбой за власть, чтобы демократы показали себя круче республиканцев или наоборот, ну, по крайней мере, пока это все ведет все к большей и большей эскалации. Я убежден, что там есть разумные люди, которые имеют определенное влияние, и надеюсь, что интересы Соединенных Штатов будут учтены. Я еще раз хочу процитировать заявление господина Кирби, который координатор по коммуникациям в Белом доме, и который говорил, что надо очень осторожно подходить к наращиванию поддержки Украины, чтобы не спровоцировать Третью мировую войну, потому что будет жалко Европу. То есть у них генетически сидит убежденный, что их никто не тронет. И это разрушает все те принципы, на которых зиждется еще советско-американские договоренности о стратегической стабильности, которые затем были переподтверждены и развиты уже с Российской Федерацией. Вот это ощущение взаимного сдерживания, оно у них почему-то начинает пропадать. Это опасно. Ну что тогда расчет, что значит они будут поставлять, поставлять, поставлять. Ведь понятно, что они не могут не понимать, что Россию победить невозможно. Ну спросите у них, Павел. Что мы все друг друга тут будем все время думать? На что они рассчитывают, я не знаю. Но то, что им сейчас вот эта вот крутость в отношении России представляется дополнительным аргументом в борьбе за голоса избирателей, вот в русле той самой логики американской исключительности, что хотим, то и делаем, нас никто не посмеет обидеть, это вот мы наблюдаем сейчас. Но влезть к ним в голову я не в состоянии, как, наверное, никто. Поезжайте в Нью-Йорк или поручите каким-то своим коллегам задать такие вопросы.